В эпоху растущих информационных потоков транспортные системы должны не только взаимодействовать между собой, но также уже сейчас нужно создавать необходимые условия для тех транспортных средств, которые могут принимать информацию от инфраструктуры по линиям связи и передавать ее обратно движущимся транспортным средствам. Эроглонас как раз является той системой, которая уже умеет это делать, и нужно активнее развивать ее возможности, не останавливаясь на достигнутом. В ближайшем будущем информационно-навигационные технологии позволят не только контролировать движение и состояние транспортных средств, но и предоставлять водителю, а также пассажирам различные мультимедийные услуги, выводя передвижение совершенно на новый уровень, ну и, конечно же, повышая его комфорт, а главное – безопасность. Пользователи дорог перестанут тратить время впустую, смогут продолжать участвовать в бизнес-процессах, одновременно получать знания, решать свои бытовые вопросы, когда находятся в дороге. Ну а система Глонас, как я уже говорил, имеет все предпосылки и для этого, и для того, чтобы стать платформой для развития таких сервисов. Также развитие эры Глонас необходимо для обеспечения функционирования на отечественных дорогах беспилотного транспорта. Это время, мы уже чувствуем это, не за горами. Для этого требуется также специальная инфраструктура, и эра Глонас, я уверен в этом, станет ее частью. Потенциал эра Глонас огромен, и, возможно, пока, может быть, мы даже не можем по достоинству оценить всех открывающихся перед нами возможностей и перспектив. И я очень рассчитываю на то, что сегодняшний конгресс позволит нам отыскать новые пути развития, инструменты монетизации эры Глонас, а также идеи для нового бизнеса, основанные на этой платформе. Я искренне хочу пожелать всем участникам нашего сегодняшнего форума продуктивных дискуссий, перспективных идей, интересного общения, ну и, конечно же, новых ярких проектов. Спасибо.